Если попросить перечислить основные компоненты танка, большинство назовёт пушку и броню. Некоторые вспомнят средства связи и приборы наблюдения. И лишь немногие вспомнят ходовую. Что странно, потому что именно проблемы с ходовой похоронили большинство экспериментальных моделей бронетехники. Ходовая часть танка — это, грубо говоря, гусеницы и подвеска. Это был последний элемент, которого не хватало для того, чтобы наконец-то получился танк. Судите сами, идея танка появилась ещё у Леонардо да Винчи. Броня, пушки, пулемёты — всё уже существовало в конце 19 века. В начале 20 века наладили производство бронеавтомобилей, но танков всё не было. Хотя эксперименты шли, и немало. В Германии, в Англии, в Австрии, в России. Но придумывали много чего. Но в серийное производство эти машины не пошли, так как надёжного и практичного шасси инженеры для них не придумали. Это трактор «Холт». Его создали в 1912 году исключительно для гражданских нужд. Но эта машина дала то, чего так не хватало конструкторам. Именно его шасси они использовали в качестве образца, когда делали первые танки. Но потом пути инженерной мысли разных стран разошлись. Англичане собрали прототип первого танка, маленький «Вилли», с ходовой от «Холта». Но остались недовольны его проходимостью. И тогда подвеску изменили полностью. Опорные катки жёстко закрепили на корпусе, а гусеницу пустили по его периметру. Эта схема не менялась на всех ромбовидных танках. Танкистов в них беспощадно трясло, однако проходимость по изрытому траншеями полю боя была очень хорошей. Так что до конца войны с недочётами ходовой части ромбов смирились. Однако в дальнейшем такая подвеска больше не использовалась. Немцы и французы поначалу тоже работали со слегка переделанной ходовой от «Холта». Однако к концу 20-х годов конструкторам стало ясно окончательно, что создать полноценный, современный танк на тракторном шасси не получится. Потому что тракторное шасси уже не могло справиться с новыми требованиями к скорости движения. Не та проходимость, не та плавность хода и так далее. Конструкторам танков пришлось как следует поднапрячься и плотно взяться за работу. В 20-х годах прошлого века американский инженер Уолтер Кристи придумал свой собственный тип подвески. Она состояла из катков большого диаметра. Каждый каток был подрессорен отдельной спиральной пружиной, расположенной вертикально в специальной шахте в корпусе танка. Танки с подвеской Кристи могли двигаться как на гусеницах, так и на колесном ходу. Для экономии ресурсов гусеницы. Когда гусеницы снимали, мехвод устанавливал руль и ехал практически как обычный водитель. Передние катки были направляющими. Пружина, которая их подрессоривала, ставилась в корпус горизонтально. Подвеска Кристи использовалась на самом известном советском танке времён Второй мировой — в среднем Т-34. Он был уже чисто гусеничным, на колёсах передвигаться не мог. А для того, чтобы уменьшить высоту корпуса и повысить живучесть танка, пружины были расположены под углом. Кроме БТ и Т-34, подвеска Кристи устанавливалась на целый ряд других танков. Например, на английский «Круссейдер», «Кромвель» и «Комет». На французских танках «Сен-Шамон», «Шнайдер» и немецких «А-7Фау» устанавливалась блокированная подвеска. В ней несколько расположенных в ряд катков были объединены в тележку и соединены с корпусом общей рессорой. Основными достоинствами блокированной подвески были простота изготовления для технического уровня того времени, высокая ремонтопригодность. Вышедшую из строя тележку можно достаточно быстро и просто заменить целиком. Плавность хода на невысоких скоростях. Этот вид подвески принято разделять по количеству катков, которые собраны в тележку. Их могло быть два, три, четыре. Были даже опытные образцы с катками, сблокированными в тележку по всему борту. Вот, к примеру, советский лёгкий плавающий танк Т-38. В нём использована подвеска типа «Французские ножницы». Её широко использовали французы, отсюда и название. Рессора здесь пружинная, а катков в тележке два. Её достоинство – она простая и ход у неё мягкий. Или подвеска английского танка «Виккерс» шеститонный. На его основе был разработан советский танк Т-26. Он немного отличался от своего английского папы. Но на всём протяжении существования Т-26 подвеска оставалась той же – «Виккерсовской» патентованной, с четырьмя катками на одной тележке и листовыми рессорами. Последний пункт облегчал жизнь орудийным наводчикам. Хотя их учили вести огонь в движении, точность стрельбы с короткой остановки или с места всегда была выше, чем с ходу. Стабилизаторы для орудий появились только около 1942 года, после чего их начали ставить на танки «Стюарт», а также на М3 «Ли Грант» и на М4 «Шерман» разных модификаций. Для того, чтобы произвести выстрел, механик-водитель останавливал танк. Наводчик наводил орудие на цель, ждал, пока корпус перестанет раскачиваться, и только тогда совершал выстрел. В это время танк был максимально уязвим. Очевидный способ повысить защищённость – сократить время остановки. Танки на блокированной подвеске раскачивались меньше других. В этом – один из секретов её популярности. Чем больше катков в тележке, тем выше плавность хода танка. В 20-х годах были опыты с танками, у которых все катки были объединены в одну тележку. Но с такими машинами экспериментировали недолго. В дальнейшем стали увеличивать количество тележек при уменьшении числа катков в них. Это было нужно, чтобы увеличить скорость танков. В годы Второй мировой войны такой тип подвески был чуть ли не самым распространённым. Один из самых массовых танков войны – американский М4 «Шерман» М3 и множество машин на их шасси. Немецкая «Сау Фердинанд», чешский «ПЦ-38Т» и самоходная установка «Хетцер» на его базе. В общем, проектов хватало. Да и послевоенные танки, вроде английских «Центурионов» и «Чифтенов», использовали блокированную подвеску. Так почему же эту подвеску перестали использовать, если она такая удобная? Видимо, при всех достоинствах у неё есть недостатки. Её узлы, ленивцы и рессоры располагаются снаружи танка и легко уязвимы. Конструкторы это понимали и пытались их как-то защитить. Прежде всего, закрывали бронёй. У «Матильды», например, это броневые экраны. Та же история с советским Т-28. Ещё один метод защитить узлы блокированной подвески – расположить их как можно ближе к земле, вывести из зоны обстрела. Так устроен Т-26. Концепция применения танков в советской армии 30-х годов прошлого века предусматривала различное использование имевшихся на вооружении машин. Танки Т-28 прорывают оборону противника. Т-35 усиливают их, подавляя узлы обороны и парируя танковые контрудары. Пехота окончательно прорывает фронт. В этом ей помогают Т-26. Всю работу по взлому обороны противника делают танки с блокированной подвеской. Скорость им не нужна, потому что они действуют в связке с пехотой. Плавность хода и точность огня важнее. Затем в прорыв входят БТ. Их задача — вырваться на оперативный простор и развить успех. И вот здесь нужна скорость, которую обеспечивала независимая подвеска. Зато танки с этой подвеской сильно раскачивала на ходу. Британцы, чтобы от этого избавиться, успешно применяли гидравлические амортизаторы. Почему этого не сделали в Советском Союзе? Потому что производство амортизаторов — дело непростое, и не каждая страна могла его наладить. Впрочем, и быстроходные танки нужны были не всем странам. Как раз Германии скоростные машины были нужны по зарез. Немецкие конструкторы не стали использовать подвеску «Кристи», а пошли своим путём. Они стали использовать на своих ПЦ-2 индивидуальное подрессоривание катков. То есть на каждый каток своя рессора, в данном случае — листовая. В 1938 году немцы сделали шаг вперёд, применив на среднем танке ПЦ-3 модификации Е индивидуальную подвеску, где в качестве упругих элементов использовались торсионы. Торсионы достались танкам от автомобилей. Там они появились ещё в 20-х годах. Торсион — это металлический пруд, который работает на скручивание. Один его конец крепится к оси рычага опорного катка, а второй — на другую сторону корпуса. Поэтому у танков с торсионной подвеской оси опорных катков разных бортов смещены относительно друг друга. Они несимметричны. Торсионная ходовая была простой в изготовлении и обслуживании. Но без подводных камней не обошлось. Для изготовления нужна была качественная сталь. А уж если торсион ломался, требовалось проводить серьёзные ремонтные работы. Надо рассказать ещё об одном немецком изобретении. Это подвеска с шахматным расположением катков, изобретённая в начале 30-х годов немецким инженером Генрихом Книпкампом. Большое количество катков снижало нагрузку на каждый по отдельности. Это обеспечивало приятную мягкость хода, а значит, повышало точность стрельбы. С другой стороны, подвеска Книпкампа была громоздкой, тяжёлой, не очень долговечной и крайне сложной в ремонте. Так что после Второй мировой войны с ней больше не работали даже сами немцы. Первым серийным танком с торсионами был шведский Ланцверк Л60Б, созданный в первой половине 30-х годов. В 1938-м торсионы стали использовать немцы. Вскоре танки с подвеской данного типа появились и в СССР. Она использовалась как на тяжёлых танках КВ, так и на лёгких Т-50, и на плавающих танках Т-40. Применялись и комбинированные типы подвески. Например, комбинированной была ходовая Порше, которая устанавливалась на САУ «Фердинанд». В ней использовались и торсионы, и резиновые подушки. А два соседних катка объединялись в тележку. С каждого борта ходовая часть включала в себя три тележки по два катка. На сегодняшний день в мировом танкостроении продолжает доминировать торсионная подвеска. Хотя исключения есть. В израильской «Меркаве» используется классика танкостроения – независимая подвеска на пружинах. Гидропневматическая же подвеска английского «Челленджера» наоборот, слишком современная, как и на «Леклерке». Гидропневматика – направление, безусловно, перспективное. Над ним стоит поработать. Однако гарантом простоты и надёжности эксплуатации на сегодняшний день остаётся подвеска торсионная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова